День с толком Смотрите в этом выпуске В Москве прошел учредительный съезд партии прямой демократии. Ее генсеком избран один из ведущих менеджеров компании Wargaming.net, которая разработала знаменитую танковую стратегию. Но интереснее другое. Там выступила уроженка Барнаула Мария Бутина. Она зачитала доклад о кибербезопасности, подчеркнула, что этими проблемами сейчас занимается только единственный политический проект. Правда, это пока мало для вступления в партию прямой демократии. Политическое поле сегодня очень динамично, поэтому она рассматривает различные варианты. Кстати, по сведениям издания «Коммерсант» Марию уже планируют выдвинуть в Госдуму от Алтайского края. Напомним, Бутина стала всемирно известной в 2018 году, когда в США ее осудили за работу иностранным агентом без регистрации. Осенью прошлого года депортировали в Россию. Алтайские пчеловоды будут узнавать про обработку полей химикатами через смартфоны. Электронный сервис создают у нас в регионе на бюджетные средства. Выделят около миллиона рублей. Приложения будут рассылать уведомления о сельхозработах, их датах, времени и месте. Но пчеловоды уверены, что будут охвачены не все их коллеги. То приложение, которое сейчас разработано, оно будет, естественно, на пользу пчеловодов. Но есть, конечно, тут нюансы. Не все пасеки будут отображены в этом приложении. Почему? Потому что пчеловодов достаточно много у нас в возрасте, которые, по сути дела, просто не знают, что такое приложение. Пчеловоды зарегистрируются в специальных приложениях, оставят координаты передвижной пасеки. Аграрии, в свою очередь, будут оповещать об обработках своих полей. Оповещения придут тем пчеловодам, чьи пасеки находятся в опасной близости от сельхозвладений. Летом новый сервис испытают в нескольких районах края и решат, нужен он или нет. Пять дней горит и останавливаться не собирается в Барнауле. На железнодорожном переезде светофор непрерывно показывает красный сигнал. Непонятно, то ли поезд едет, то ли нет. Ну и порой бывают здесь очень большие пробки, затрудняют движение. Машины просто стоят по 20 минут без движения. Город Барнаул. Город Барнаул, район ВРЗ. Это видео нам прислал водитель маршрутного автобуса. Он утверждает, звуковой сигнал вместе с красным мигающим светом уже несколько дней предупреждает водителей о приближении состава. Это создает не только пробки, но и большую опасность, ведь водители уже перестают верить светофору и могут не заметить приближения поезда. Говядину меняем на бобы, рыбу на кальмары, макароны на стручковую фасоль. Начался великий пост. Он продлится 7 недель, но первая, как и последняя, самая тяжелая и строгая. Как перестроить свой желудок и главное, как морально настроиться на самоограничения, Никита Ермаков продолжит. Есть мнение, что соблюдать пост дорого. Зайдев в магазин, я посчитал, что купив непостных продуктов на 500 рублей, мне их хватит максимум на два дня, а условно постных всего на один. Как держать пост и правда ли, что это только пить воду и есть овощи? Моя постная корзина состоит из овощей. Картофель, немного помидоров, лук, листья салата и огурцы. Из этого можно сделать рагу. Непостный набор, куриное филе, картофель, хлеб. В перспективе довольно вкусное жаркое. Хватит мне его дня на два. В отличие от постного, рагу я точно съем за день. Чтобы быть сытым, лично мне достаточно будет увеличить несколько раз прием овощей. Но как быть, если вы не можете прожить без мяса? Отец Роман говорит, мясо – белковый продукт. Могут заменить бобы, рыбу, любые морепродукты. Пост – это не бремя, подчеркивает священник. Что вы, допустим, в пост едите? Супы, каши, салаты, пироги. Да все вообще. Просто еще раз уточню. Без добавления скоровных продуктов. Это у нас мясо, рыба, курица, яйцо и молочные продукты. Все. Все остальное – все может. Другой момент, немаловажный. А бывает, люди заедают. То есть берут там большое количество каши, приготовят, и потом по нескольку порции едят. От этого лучше не будет ни организму, ни духовной составляющей внутри человека. То есть в этом должна быть как раз верная мера. И пост тогда пройдет легко. Несмотря на время ограничений, фантазию отключать не стоит. Священник уверен, приготовить в пост можно даже необычные блюда. Например, шурму. Пост-рецепт похож на привычный. Только вместо майонеза особый лимонный соус со специями домашнего приготовления. А мясо заменяют помидоры и огурцы. Лук, огурцы, помидоры. Такой состав понравился бы всем любителям здорового питания. Кстати, это еще и вкусно. Но не только постной пищи сцит верующий. Душа человека требует пищи духовной, утверждает отец Дмитрий. И сейчас лучшее время для размышления о своих поступках, борьбы с недостатками. А в этом поможет молитва и Библия. Душа того хочет, просит, она желает вот этой духовной пищи, которую мы получаем в церкви. И которую мы получаем, например, еще и читая священное писание. Вот пост – это еще время, когда необходимо почитать богодухновенные книги, как-то священное писание Ветхого и Нового Завета. Хорошо бы, если человек приступил к этому и в течение поста вычитал все четыре Евангелия. Кстати, сейчас – одна из самых строгих недель. Нужно ограничить себя от различных зависимостей, отказаться от просмотра ТВ и развлекательных программ. Великий пост продлится почти семь недель. Настоящая выдержка тела и духа. Никита Ермаков, Илья Халяпин, Николай Шелко. День с толком. Уже принимают подарки и добрые пожелания в свой адрес. С наступающим 8 марта накануне поздравили прекрасную половину Октябрьского района Барнаула. Это, я считаю, самый любимый праздник страны. Почему? Не только женщин. Потому что мужчины с радостью любят поздравить нас. Красивые платья, прически, видень особенный, предпраздничные. В зале более 300 очаровательных женщин и девушек. Врачи, педагоги, представительный ЦИТОС, ветераны крупнейших коллективов района. Стихи, музыка, слава поздравления из уст мужчин звучали только для них. Милые дамы, дорогие женщины, самые обаятельные и привлекательные. Иногда усталые, но всегда самые лучшие. Я поздравляю вас искренне с этим наступающим весенним, ярким праздником, днем 8 марта. Желаю вам счастья, успехов, море тепла, уюта и любви. Самые яркие весенние композиции подарили дамам музыканты русского камерного оркестра. А самые продолжительные аплодисменты звучали после выступления юной скрипачки Елизаветы Новиковой. И это подарок от главы района. Найдете их по экипажам медиков. 8 и 9 марта в Барноле пройдут соревнования по мотокроссу впервые за 36 лет. Ездить на скорость будут на льду и без тормозов. Самих гонщиков их называют гладиаторами. Потому что здесь шип 28 мм. Достаточно серьезный, травмоопасный вид спорта. По правилам проведения соревнований не менее двух медицинских экипажей должно быть. Спортсмены защищаются. Ну, своя защитная форма у него. На коленях, на грудник. Вот мотоциклы, ну, частично закрыты этими от шипов. Все увидят люди здесь, на месте. Потому что, ну, очень красивый вид спорта. Самое, чем прелесть его? Нету пыли. Свежий воздух. Наслаждайтесь. Дело в том, что на колесах таких спортсменов большие металлические шипы, чтобы передвигаться по льду. Они понадобятся, потому что двигатели мотоциклов на метаноле. Гораздо мощнее, чем на бензине. Этот спорт для Алтайского края не новинка. Но из-за отсутствия финансирования 30 лет состязания не проводили. Мартовские соревнования организуют только за счет личных средств самих спортсменов и активистов федерации. Бороться за звание лучшего будут два десятка мотоциклистов из Барнаула, Новосибирска, Красноярска и Казахстана. Вице-президент мотоспорта Дмитрий Васильев уверен, что зрелище будет красочным. И приглашает всех желающих в субботу и воскресенье на стадион Клевчения. Единственное, о чем просят организаторы зрителей, парковать свои авто за пределами парка. Въезд на каток будет заблокирован для безопасности самих спортсменов. А на этом у меня все через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи!